Привет, друзья! Сегодня я в гостях у Маши. Мы на профессиональной кухне. И мы сегодня для вас, точнее Маша, покажет супер рецептики. Кстати, Маша недавно выиграла Олимпию. Забыл сказать, что ты им с вами, да? Любитель. Покажем еще раз. Не важно, да. В следующий раз. Поздравляем тебя с этим. Спасибо. И сегодня, я так понял, будет три разных рецепта из овсянки. Овсянка будет основой, да? Да. Большинство моих клиентов, когда планы питания, да, интересуются, любят есть овсянку. Овсянка достаточно полезный продукт. Как у многих продуктов есть определенные ситуации, когда овсянку есть не рекомендуется. Например, при снижении веса. Тогда, когда у вас большой избыточный вес, либо есть какие-то воспалительные заболевания, как поликистоз, диабет. Надо быть крайне аккуратными со всянкой, потому что это слизеобразующий продукт. В остальных ситуациях продукт достаточно полезный. Можно кушать почти каждый день. Но все-таки не рекомендуем каждый день. Но каждый день мы не рекомендуем, чтобы не накапливалась слизь, чтобы у организма была возможность ее уменьшить. Поэтому и плюс многие спрашивают, да, я люблю овсянку, но вот иногда мне очень скучно ем эту овсяную кашу каждый день. Уже добавлял там суперфрукты, уже добавлял нарезанный банан. Что еще можно сделать из овсянки, чтобы было интересно? Окей. Сегодня покажу три очень простых. Самое главное, быстрый рецепт. Я тоже крайне занятая дама, поэтому мне расустреливаться на кухне некогда. И все эти рецепты занимают буквально 10 минут. И очень легко. Даже мой 9-летний сын легко делает эти рецепты сам себе. Что мы будем использовать? Сегодня мы сделаем, начнем с рецепта маффины. Покажи поближе. Маффины будут протеиновые. Основной элемент – овсянка. Это обычная стандартная, не быстрая овсянка. То есть есть такая овсянка, которая готовится за 2 минуты. Это самая обычная овсянка, обычно там 7-10 минут ее варишь. Она идеальнее всего годится в наши маффины, в ней больше файбера, клетчатки. Поэтому я предпочитаю в рецепте использовать натуральную овсянку, не обработанную высоко температурное воздействие. Я бы добавил, что вообще в принципе лучше всегда используйте такую овсянку. Я скажу так, вот смотрите, да, хорошие крупные хлопья, настоящая овсянка. Имейте только в виду, что, естественно, чем жестче овсянка, тем больше может быть нагрузка на кишечник. Поэтому будьте аккуратны, если у вас встречались когда-либо калиты. Вот именно в таком варианте овсянка вам не рекомендуется. В нашем случае мы ее перемолим. То есть уже такого воздействия на кишечник не будет. Например, мой пример. У меня желудок очень сильно реагирует на крупную овсянку. Если я ее ем в таком виде, будет болеть. И муку делаешь крупными. Да, то есть мы перемолим, сделаем из нее муку естественным путем. А дальше у тех, у кого нет восприимчивости на локтозу, то есть вы ее усваиваете и нет никаких нехороших симптомов, как расстройство желудка, боли, рези, тогда мы будем использовать обезжиренный йогурт. В моем случае это Данон. Нон-фэт означает, что нет жира в нем, он обезжиренный, абсолютно обескустный. Но я имею в виду, что в нем нет сахара. Это классический просто молочный продукт. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия факт фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Если в вашей диете может присутствовать молочная продукция, значит замечательно проблем с этим не возникнет. В дальнейшем я вам опять же покажу рецепт без молочных компонентов. То есть вообще супер подходит любому человеку. Мы будем использовать этот йогурт как основу. Дальше мы будем использовать сывороточный протеин. В моем случае это 6-star nutrition. Хороший сывороточный протеин. Не супер бомба, но и не дешевка. Нам понадобится 2 супа. Опять же, ребята, вы можете положить чуть больше или чуть меньше. По вкусу. По вкусу. И в зависимости, сколько реально нужно вам протеина сегодня в вашем рационе. И, соответственно, я люблю класть корицу в синамон. У нас будет пекарский порошок. Пекарский порошок можно найти в любом магазине в секции выпечка. Положим немного соды, чтобы сделать нормальную реакцию. То есть тесто поднимется, и мы его сможем выпекать. Для вкуса положим шоколадные чипсы. Опять же, если вы не сильно помешаны на небольшом количестве сахара в рационе, я считаю, что от этого ничего страшного не произойдет. Если вы контролируете, скажем так, весь рацион, то немного чипсов вас не уйдет. В моем случае черные чипсы, они без сахара, на стерии. Ну и белые обычные чипсы. Я очень люблю их вкус. Разнообразие вкусов на самом деле тоже очень важно. Положим чипсы. Розовая соль, гималайская соль. Это самая полезная сода, ребята. Ее можно кушать безограниченно. Она не накапливается в организме, как обычная поваренная соль. Если даже у вас в семье есть склонность к... Знаете, есть такие... Ну, вы видели у многих шишка на большом пальце ноги и шишка вот здесь. Да, то есть называется это болезнь по-особенному. На самом деле это склонность к отложению солей. Вот. То есть в данном случае, ребята, вам можно вот такую соль безограниченно. И даже мы ее не убираем для спортсменов в последнюю неделю соревнований. Мы ее продолжаем. Она не задерживает воду? Она не задерживает воду. Удивительно. То есть, готовясь на Олимпии, я не убираю эту соль. Вот сейчас готовлюсь карнольду, я не буду убирать эту соль. Надо будет попробовать. Мы еще ни разу не покупали такую соль. Она бывает мелкого помола, бывает крупного помола, в моем случае это мельничка. Поэтому я беру соль крупного помола и просто наполняю. И последним ингредиентом здесь идут бананы. Не надо бояться бананов. Это хороший источник углеводов с утра. Вы от них не поправитесь, если кушать размеренно и газировано. Калий. Самый важный источник. Калий из бананов. Замечательно. Плюс... Насколько я знаю еще, бананы, шоколад и секс выделяют серотонин. Серотонин друг человека. Правильно? А потом собака. Так, и у нас еще пару яиц. Куда ведь яиц? Да, куда ведь яиц? Я взяла хорошие, такие недешевые яйца. Ну, написано, что куры были взрослые без клеток. Ну, на самом деле, мы это не можем узнать. Единственное, что могу сказать, я брала, например, дешевые яйца. По вкусу отличаются. Реально похожи на домашние, по вкусу. А где ты такой? У нас паблик в Walmart. Люди могут взять реально домашние яйца. У кого есть выход на домашние яйца, будет замечательно. Какая цена за десяток примерно? Вот, получается, за эти 3,50. 3 доллара 50 центов. Обычные 2,20. 2,20. Да, то есть доллар разница. Но мне они нравятся больше. Никаких жиров, кроме яичных желтков, не идут. Не масло, ничего не идут? Нет, не добавляем. Можно по вкусу, если кому-нибудь недостаточно сладко, можно добавить сироп агавы. В чем смысл? Да, конечно, вы увидите, ой, на порцию, на одну столовую ложку будет 16 грамм углеводов. Но, друзья, вы должны помнить, что углеводы бывают разными. То есть в данном случае это низкий гликемический индекс, и пусть это сахар, но это натуральный растительный сахар. И ничего страшного не произойдет. Но, честно говоря, когда делал разные такие штучки наподобие, если добавляешь протеин, то, в принципе, получается уже довольно-таки вкусно. Я скажу по опыту, потому что бананы достаточно сладкие, протеин тоже они добавляют сахар, точнее, сахарозу, хороших протеинов. Вообще, у нас в Америке всего две фабрики по производству сырья спортивного питания. В Европе это только одна фабрика. Вот. Ну, может быть, в Китае есть. Наверняка есть. Да, сто процентов есть, я знаю. Но сам факт, мы доверяем качеству. В Америке все-таки сертификация на высоком уровне. Жестко проходит. Цена протеина зависит от наполнителя. То есть база одна, а вот чем он будет наполнен, отсюда складывается цена. То есть если сукролоза, дешевый химический сахар, если дешевый пищевой краситель, не натуральный, то, конечно, протеин будет дешевле. Если в нем манкфрут, стелия, покрашиваем за счет сока, например, свеклы, такой протеин будет на порядок дороже. Дороже. Да. Но вы должны понимать, это ваш организм. Какое топливо налево, так и покатит. Скажем, еще людям, наверное, не знают, что в Америке миллионы брендов, а заводов реально всего парочку. Вот я сейчас говорю, два завода, которые делают сырье. Не только сырье, а те, кто уже готовый продукт делают. Это все тоже делается. Я была на одной из фабрик. Тоже делается огромное количество фирм на одной. Просто меняются наполнители, меняются наклейки. Ты можешь купить формулу. Ты говоришь, товарищ, здравствуйте, я хочу купить протеин. Буду продавать за 20 долларов. Они тебе предлагают формулу, наполни вот этим. А ты говоришь, не, не пойдет, я хочу более здорового питания сделать. Окей, тогда мы будем продавать по 40 долларов. Но наполнитель будет более натуральным. Сейчас большой, кстати, хит в Америке наполняют еще кристаллизированной водой кокосовым. Она придает специфический прикус. То, соответственно, вы можете с этим справиться нормально. Я не люблю. А для чего это? Это хороший гидролизат. То есть наполняет ваше тело минералами. Но, ребята, помните, что протеин – это фитнес-фест-фудинг. Конечно. Все равно это концентрат продукта. Естественным путем вы этот продукт не получите. Это химическая реакция. Поэтому, если есть возможность заменить на яичные белки, лучше заменить на яичные белки. Или на рыбку, или на что-то еще. Ну что, погнали готовить? Приступим. Можешь засекать время. Вот сейчас мы быстренько покажем, что это будет очень... Два часа у нас ровно, да, по-моему? Ровно два часа. Да, у нас 2.01. Значит, мы сюда кладем. Нам нужно две мерные чашки. Ребята, вы можете... У меня специальные мерные чашки, но вы будете использовать любой стакан. Просто должны быть равные пропорции, да. В моем случае мне нужно две мерных чашки, то есть это пол чашки, маленькая вот этот скуп, и я положу сюда эти чтения. А вы не получите. Потом я просто это смешаю. Так, хорошо. Теперь нам нужно... Я, кстати говоря, подготовила еще вот такой у меня есть протеинчик. Сейпл, полмакс, мне нравится их качество. Написано жвачка, мороженое с жвачкой. Уж не знаю, как можно сочетать мороженое с жвачкой, но вкус у него реально классный. Я выкину вот один, тут получается большой мерный скуп, и я положу еще один скуп вот этого вейп-котеина. Он шоколадный? Нет, ванильный. Я не использую шоколадный. Из ванили можно получить любой вкус. Из шоколада только шоколадный. Понимаете разницу? То есть захотите клубничный, накидали клубники, будет клубничный. Захотели бананом и, соответственно, напомнили банан. С шоколадом номер не прокатит. Так, теперь кладем йогурт. Так, йогурта мы положим. На всякий случай я сверяюсь с оригинальным рецептом. Йогурта надо положить в стакан. Соответственно, я положу две мерных чашки. Каждая чашка пол-стакана. Пожалуйста, мы положили в йогурт. Теперь нам надо положить пекарский порошок. Его должна быть чайная ложка. А что это такое? Пекарский порошок, там разные ингредиенты для повышения активности теста. Как я сказала, он продается в любой секции для выпечки. В России он был, я пекла эти все вещи в России тоже. Поэтому, ребят, найдете, просто надо спросить. Должна быть чайная ложка, буду на глаз, потому что забыла чайную ложку. Этого хватит. Это такое уже для консистенции теста. А, это для подъема теста, чтобы реакция пошла химическая. Просто, ребята, химия. И щепотка соды. Ее ничем гасить не надо. Просто положили соду. Поскольку йогурт кислый, реакция будет с содой. Да, поэтому не надо ничем гасить. Теперь, значит, у нас остались два яйца. Тестника надо сюда. Горлупки пока положим в мягкую чашку, она пока не прекратится. Положим немного корицы. Кому не нравится корица, пожалуйста, не кладите. Делаем пару колоскуток соли. Вы знаете, соль стабилизирует вкус. Поэтому надо соль. Шоколадные чипсы останутся под конец. Когда будем разливать по чашкам. Поэтому не сейчас, иначе вы размолите все. Чтобы не красивые были. Блендеры, да, и смысла не будет. Мы положим это внутри. То есть, когда кусаешь, там чипсы. Вот. Так, проверяем быстренько рецепт. И вроде бы у нас все нормально. Все положили соду. Можно класть ваниль. Как жидкий экстракт ванили. Можно даже порошковый ваниль. Решайте сами. Я почему-то ваниль не люблю. Все. Поехали. Нам осталось только помолоть и разлить. Никакой воды сюда не наливается. Нам ничего не надо. Сейчас будет шуметь. Немножечко помешаем в миксере для равномерного распределения. Потому что получилось как-то жидковато. Сейчас мы еще сюда добавим бананы. Два банана сюда добавим. Сначала размешаем вот эти сухие ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. А бананы уже потом, да? А сейчас, да, докинем их сюда. Можно сразу. Бананы – это хорошо. Кстати, мы находимся вот на профессиональной кухне. Здесь четыре компании разные. В одно время могут работать. Могут работать, да. И одна из компаний, вот Машина, делает супер всякие прикольные штучки. И компания еще, как они называются? Моментум Милс. Моментум Милс, да. Они у нас в зале представлены. Все. Все. В принципе, похоже на то, что это готово. Сами видите, занимает. Получилось немножко зелененькое, потому что у нас был протеин мороженое с жвачкой. Вот посмотрим так. Вы все видите в реальном времени. Как что готовится. Просто мы много говорили, поэтому половину от этого времени отнимайте. Хотели вам объяснить, да, что для чего, почему. А так, конечно, будет все гораздо быстрее. Достаточно сладостей, на мой взгляд. И ты по формочкам уже разбиваешь, да? Вот сейчас я специально немножечко смазала маслом. Буквально капелюшку. Я забыла принести бумажки. Ничего страшного. Как бы и без бумажек все просто придется потом противень помыть. А если используешь бумажки, то можно вообще не смазать? Можно вообще не сбрызгивать, да. У нас есть там всякие такие типа... Вроде бы мы все и нормально положили. Тесто немножечко выглядит жирковатым, но я надеюсь, что оно поднимется. Сейчас мы возьмем чипсы шоколадной келью. И начнем разбивать. Сколько времени оно будет в духовке? 15 минут. 15 минут? Как раз за 15 минут мы успеем вам показать еще два рецепта. А сколько... Насколько нужно заранее разогреть духовку, если нужно? Духовку разогреем где-то на 180 градусов. Заранее или... Ну, сколько у вас духовка разогревается на самом деле? То время. У каждого своя, у кого-то 5 минут, у кого-то 10. Единственное, смотрите, чтобы она не сильно полилась снизу. Лучше, конечно, когда духовка разогревается с двух сторон. Знаете, есть вверх-вниз. Конвенция сейчас есть. Да, есть, но не у всех. Поэтому, вот, например, в России у меня была не очень хорошая духовка изначально. И я ставила мисочку с водой, чтобы не дать снизу пригореть. Поэтому, ну, как бы иногда приходится ухитряться. Теперь вот побросаем сюда чуть-чуть чипсов на каждую эту штуковину. Они получатся в середине. Вот, мне очень нравятся, они потом топятся. Мы их сейчас сверху еще немножко подалим. И не потеряют форму, не расплавятся. Не расплавятся. Это, кстати, они специально для выпечки. Вот сейчас немножко мы их подаливаем. Так. Сильно не наливайте, оставляйте небольшое пространство, там, 3-4 миллиметра отверха. Потому что будет подниматься и может просто все это чересчур подняться. И прилипнуть друг к другу. Потом будете отлеплять. На вкусовые, конечно, качества это никак не повлияет. Просто эстетически. Вот так, уверенной рукой. Ну, уже сколько их сделано, этих штук. Иногда у меня остается, в зависимости, опять же, от консистенции, ребята, иногда, вот сейчас получится у меня, сколько, 12 маффинов. В среднем на маффин, ну, смотрите, 60, грубо разделить на 12. Вот у вас получится количество протеина на один маффин. Да? Сколько? Что-то я с математикой не случаю. Ну, где-то 4 грамма, грубо говоря, у вас будет протеина на маффин. То есть для нормального человека, кто не сильно вникает в силовые, и не тренируется даже в день, то 2 маффина – это будет ваша норма. Поэтому тут, видите, жира нет. То есть хорошая, нормальная, хорошие, здоровые углеводы. Вот, все это. Ну что, погнали, понесем их. Картошечкой запахло. Картошечкой. Смел с гуд по дейдам. Ух ты, и маффины как выглядят вкусно. Смел с гуд по дейдам. Готовы. Надо чего-то сейчас сейчас почерпим. У нас сверху картошечка. Мы единственное теперь будем ждать, пока не пьете, потому что. Плотно очень закрывает. Я поставила на печенье тайнер-классину. Потому что духовка реально горячая. Слушай, ну маффины выглядят вообще прямо. Сейчас будем пробовать. Остынут, мы их сможем отковырять. Потому что были бы они в бумажках, они бы мы их сейчас просто вытащили. А так нам надо ждать. Мы можем сказать чуть-чуть что-то остыли. Да, сейчас подождем, пока они остыли. Ну что, друзья, вот такие прекрасные на вид у нас получились маффины. Когда приготовите их, вот такие они. Селененькие, да, смотрите. Ну это от протеинного цвета. Консистенция, да. На вкус. На вкус вообще супер. Жаль не передать вам. Я, конечно, не очень любитель таких вкусов протеиновых. Вот жвачка там всякая. Здесь не чувствуется, что жвачка. Очень интересно. Здесь не чувствуется, а зато цвет веселый. Да. Цвет понравится вашим детям. Поэтому обязательно отпишитесь в комментариях, что у вас получилось, как вам понравилось. Маша, спасибо большое. Всем пока и увидимся в следующий раз. Друзья, а в следующий раз мы с Машей, точнее Маша, ознакомим вас с новым рецептом. И это будет? А в садные печенья, а цепест по столу. А цепест по столу? Да. Не пропустите.